Состояние больной раком Светланы Крючковой ухудшилось. Она не смогла поговорить по телефону. По данным СМИ, состояние больной раком народной артистки РСФСР Светланы Крючковой ухудшилось. Как сообщает издание «Собеседник», журналисты дозвонились до актрисы, но отказались от разговора. Не могу с вами говорить, я болею. Единственное, что сказала Крючкова. Известно, что актриса борется с раком четвертой степени уже несколько лет. Она перенесла операцию и уже несколько курсов химиотерапии. Недавно Крючкова презентовала свою книгу «Я у жизни ученица». Само мероприятие проходило во МХАТе имени Горького, но с читателями Светланы Николаевны связывалось по видеосвязи. «Пока я жива, а жить осталось не так уж много. Будем смотреть правде в глаза. Я еще успею что-то сказать, с кем меня сталкивала жизнь, по каким ухабам носила, как я смогла выстоять без всякой поддержки», — сказала она тогда о том, почему решила писать воспоминания. Крючкова Светлана Николаевна родилась 22 июня 1950 года в Кишиневе в семье военнослужащего. Заслуженная артистка РСФСР, народная артистка РСФСР, до поступления в школу-студию имени Немировича Данченко работала оператором учислительного центра, сресарем-сборщиком на зиле, лаборантом в Кишиневском сельхозинституте. В 1973 году окончила школу-студию МХАТ, курс профессора Маркова и была принята в труппу МХАТ. Первая роль в пьесе Булгакова «Последние дни», где ее партнерами были знаменитые Анатолий Кторов и Виктор Станицын. С 1976 года актриса ленинградского АБДТ имени Горького, с 1992 года имени Товстоногова, выступает в филармонических и концертных залах России с различными поэтическими программами. В ее репертуаре Братынский, Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Бунин, Бродский, Самойлов, Ахматова, Цветаева. С 1998 по 2002 годы профессор и мастер актерского курса Санкт-Петербургского университета профсоюзов, кафедра профессора Карагодского. В 2003 году на базе выпускников курса был создан театр-студия под руководством Светланы Крючковой. Дебютировала в кино в 1973 году. В 2008-2010 годах на петербургском пятом канале вела телеигру для взрослых к доске автор идеи Лев Лурье. Продолжение следует...